Возьмите 5 и возведите в квадрат. Получится 25. Теперь возведите в квадрат 25. Будет 625. Возводим в квадрат 625. Получаем 390 625. Введите закономерность. 5 в квадрате заканчивается на 5. 25 в квадрате на 25. 625 в квадрате на 625. Будет ли она соблюдаться и дальше? Возведем в квадрат 390 625. Как видите, совпадает только промежуток от единиц до десятков тысяч. Последние пять знаков. Умножим на себя только их, то есть 90 625. Ответ содержит число целиком. Возводим этот ответ в квадрат, и вновь последние цифры результата повторяются. А это уже 10 знаков. Можно продолжать в том же духе. Возводить в квадрат ту часть ответа, которая совпадает с предыдущим числом. Повторяющаяся часть будет становиться все длиннее. Как будто мы наблюдаем сходимость к какому-то числу, но не в ее обычном смысле. В этом числе будет бесконечно много цифр. А если возвести его в квадрат, то получится то же самое число. Квадрат будет равен основанию. Может показаться, что нет смысла погружаться в числа, у которых цифры уходят в бесконечность влево от запятой. Это же просто бесконечность. Разве нет? В своем видео я попробую убедить вас, что смысл в этом есть. Просто система, к которой такие числа относятся, работает не так, как мы привыкли. Благодаря этому с их помощью можно решать задачи, в которых обычные числа бессильны. Поэтому их активно используют на математической передовой, в теории чисел, алгебраической геометрии и других направлениях. Начнем со свойств той числовой системы, к которой относится наше бесконечное число. Назовем такие числа десятиадическими, потому что они записываются в десятичной системе. Можно ли сложить два десятиадических числа? Конечно. Просто идем справа налево и по очереди складываем, как все давно привыкли. Сложение не проблема. А что с умножением? Опять же, берем два десятиадических числа и перемножаем между собой. Здесь никаких подвохов. Последний знак в ответе зависит только от последних цифр в перемножаемых числах. А следующие — от цифр, которые стоят правее. Процесс получается бесконечно муторным, но в принципе перемножать такие числа можно, пока не надоест. Возьмем десятиадическое число, которое заканчивается на 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 3. И умножим его на 7. 7 на 3 — 21. 2 в уме. 7 на 4 — 28. Плюс 2 — 30. 3 в уме. 7 на 1 — 7. Плюс 3 — это 10. Пишем 0 — 1 в уме. 7 на 7 — 49. Плюс 1 — это 50. 5 в уме. 7 на 5 — 35. Прибавляем еще 5 — это 44 в уме. Так можно продолжать до бесконечности, и мы увидим, что под чертой будет получаться 0. То есть, если умножить это число на 7, получится 1. А значит, само это десятиадическое число должно равняться 1 седьмой. Мы только что обнаружили, что в десятиадических числах есть рациональные числа, дроби, которым не нужна дробная черта. Допустим, мы решили найти десятиадическое число, равное 1 третьей. Как это сделать? Мы знаем, что это должен быть бесконечный ряд цифр, которые при умножении на 3 дает 1. То есть, в ответе слева от единицы будут только нули. Что нужно умножить на 3, чтобы получить 1 в разряде единиц? 3 на 7 будет 21. Мы получили единицу на нужном месте и 2 в уме. На что нужно умножить 3, чтобы, прибавив 2, получить 0? 6. 3 на 6 – 18. Плюс 2 – 20. Получаем 0. Запоминаем 2. Еще раз 3 на 6 плюс 2 – получаем 20. Если весь ряд влево будет состоять из шестерок, то в ответе будут получаться одни нули. Бесконечные шестерки с семеркой на конце равны 1 третьей. Это уже похоже на бесконечные десятичные дроби, которые уходят вправо от запятой. Например, 0,9 и 9 в периоде. Чему это равно? Я скажу так. Это равно 1. Теперь попробуем доказать. Пусть оно равно k. Умножим обе стороны на 10. Получится 9,9 и 9 в периоде равно 10k. Теперь вычтем верхнее уравнение из нижнего. Получим 9 равно 9k и k равно 1. Это довольно стандартное доказательство того, что 0,9 в периоде равно 1. Но что если вместо того, чтобы стоять справа от запятой, девятки расположатся слева? Иначе говоря, какое число кроется за десятиеодическим, в котором одни девятки? Можем проделать все те же операции. Пусть оно равно m. Умножаем обе части на 10. Получаем 9,9,9,9,9,0 равно 10m. Вычитаем это уравнение из первого и получаем 9 равно минус 9m. То есть m равно минус 1. Получается, это десятиеодическое число равно минус единице. Я понимаю, что все это выглядит странно. Так что давайте попробуем прибавить 1. 9 плюс 1 — 10. 0 пишем, 1 в уме. 9 плюс 1 — 10. 1 в уме. И это повторяется раз за разом. И всегда пишем 0, а 1 в уме. Есть ощущение, что в какой-то момент нам придется поставить с левого края единицу, но ее там никогда не появится, потому что за каждой девяткой есть еще одна. Каждый раз мы прибавляем 9,1 и получаем 0. Выходит, это число равно минус единице. А если заменить последнюю цифру, например, поставить там тройку, то мы получим минус 7. Мы только что обнаружили, что десятиеодические числа также содержат отрицательные числа. Но из-за своей особой структуры знака минус они не имеют. Поэтому при вычитании мы прибавляем число, противоположное вычитаемому. Чтобы его найти, десятиеодическое число можно умножить на бесконечный ряд девяток или пойти другим путем. Запишите, насколько каждая цифра исходного числа меньше 9 и прибавьте 1. Например, если вот это 1 седьмая, то минус 1 седьмая — это 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 6, плюс 1. Мы можем подтвердить, что это действительно минус 1 седьмая. Если прибавить то, что мы получили, к 1 седьмой, мы увидим, что в ответе одни нули. Подытожим. Десятиеодические числа можно складывать, вычитать и перемножать, и результат получается вполне ожидаемый. С их помощью можно записывать дроби и отрицательные числа без специальных обозначений. Есть только одна, но большая загвоздка. Понять, в чем дело, можно, если взглянуть на десятиеодическое число из начала видео. Напомню, если умножить его на само себя, мы получим то же самое число. Оно является квадратом себя же. Почему это плохо? Станет понятно, если вынести общий множитель за скобки. Мы получим n умножить на n минус 1 равно 0. Решениями этого уравнения могут быть 0 или 1, но наше десятиеодическое число — это не 0 и не 1. При этом, если подставить его вместо n и решить уравнение, в ответе получится 0. Это ломает один из полезных инструментов для решения уравнений. Зачем, решая сложные уравнения, мы переносим все на одну сторону, приравниваем к нулю и выносим общий множитель за скобки? До недавнего времени я об этом не думал. Но на то есть серьезная причина, и заключается она в одном особом свойстве нуля. Если произведение нескольких множителей дает 0, то мы знаем, что нулю равен по меньшей мере один из них. Это позволяет разбивать сложные уравнения на более простые и потом уже решать их. Но с десятиодическими числами это не сработает. Корень проблемы кроется в том, что мы работаем с десятичной системой. 10 — это составное число, а не простое. Это 5 умножить на 2. Допустим, нам надо найти два десятиодических числа, которые при перемножении дают 0. Мы знаем, что последняя цифра в произведении должна быть 0. Какие же два числа можно перемножить, чтобы получить 0 на месте единицы? Можно взять 0 и умножить на любое число, здесь никаких сложностей, но также подойдут, скажем, 5 и 4, получится 20. Пишем 0, 2 в уме, 4 на 2 плюс 2, вот и 0 на месте десяток. Таким образом, можно подобрать все цифры так, чтобы в ответе получались только нули. Или можно сделать поэдическое число, перейти в систему счастения, у которой основание — это простое число. Подойдет любое 2, 3, 5, 7 и так далее. Для примера возьмем 3. Это триодическое число, бесконечное количество знаков лево в троичной системе. Из цифр у нас есть только 0, 1 и 2. Десятичная тройка — это 1, 0. Как же перемножить два триодических числа, чтобы получился 0? Как и раньше, сначала посмотрим на последнюю цифру. 1 на 1 будет 1, 2 на 1 — 2, а 2 на 2 — 4. В троичной системе это 1, 1. Мы получим 0, только если в одном из множителей будет стоять 0. И так для всех разрядов. Выходит, произведение двух триодических чисел будет равно нулю, только если одно из них состоит из нулей. Это верно для всех простых оснований и позволяет нам вновь полагаться на правило, что произведение нескольких чисел равно нулю, только если одно из них равно нулю. Вот случайное триодическое число. Его можно разложить как 3 в нулевой степени, плюс 2 на 3 в первой, плюс 1 на 3 в квадрате, плюс 1 на 3 в кубе и так далее. То есть число в триодической системе можно представлять как бесконечный ряд степеней тройки. Триодическое целое число, равное минус 1, это бесконечный ряд двоек. Если прибавить 1, то получим 3, что в троичной системе выглядит как 1-0. Пишем 0, 1 в уме, потом опять 2 плюс 1, и это снова 1-0, 1 в уме, и так продолжаем до бесконечности. У поэдических чисел те же свойства, что у десятиэдических, но вдобавок там нет чисел, которые были бы равны себе же в квадрате, кроме нуля и одного. Также не бывает двух поэдических чисел, отличных от нуля, произведение которых давало бы ноль. Поэтому математики работают с поэдическими числами. Пэ обозначает простые числа, которые стоят в основе систем исчисления. Поэдические числа — удобный инструмент. В своих работах их использовали больше десятка недавних лауреатов Филдовской премии. Эти числа помогли решить одну из легендарных математических проблем. В 1637 году Пьер де Ферма читал книгу арифметика известного древнегреческого математика Диафанта. Диафант бился над решением полиномиальных уравнений, сформулированных в геометрических терминах, наподобие теоремы Пифагора. В прямоугольном треугольнике сумма квадратов х и у равна квадрату z. Набор решения этого уравнения в вещественных числах найти несложно. Это просто бесконечный конус. Но Диафанты интересовали решения, которые были бы целыми числами или дробями, например, 3-4-5 или 5-12-13. И не его одного. Вот древняя вавилонская таблица, которой около 20 тысяч лет. На ней длинный список пифагоровых троек. Кстати, эта табличка старше Пифагора на тысячу лет. Рядом с рассуждениями Диафанта о теореме Пифагора Ферма записал слова, которые оставили поистине небывалый след в истории математики. Выражение х в степени n плюс у в степени n равно z в степени n не имеет решения в виде целых чисел при n больше 2. Тому есть поистине чудесное доказательство, но оно слишком длинное, чтобы поместиться на полях. Великую теорему Ферма, под таким названием, она известна сейчас, не могли доказать 358 лет. Чтобы решить эту проблему, пришлось изобрести новые числа, пеодические. Благодаря им появился метод, позволяющий решать и другие задачи из арифметики Диафанта. Например, найти 3 квадрата, сумма площадей которых даст квадрат большего размера, причем площадь первого квадрата должна равняться длине стороны второго, а площадь второго — длине стороны третьего. По сути, он начал применять алгебру за много-много веков до ее формального появления. Если сторона первого квадрата х, то его площадь х в квадрате, и это длина стороны второго квадрата, а его площадь х в четвертой, что в свою очередь длина стороны третьего квадрата, а значит его площадь х в восьмой. Теперь нам нужно, чтобы сумма площадей х в квадрат, х в четвертой и х в восьмой была равна площади последнего квадрата. Назовем ее у в квадрате. Итак, х в квадрате плюс х в четвертой плюс х в восьмой равно у в квадрате. Решение этого уравнения в вещественных числах найти несложно. Например, пусть х равен одному, тогда у равен корню из трех. На самом деле, можем даже построить график с вещественными решениями этого уравнения. Но такие ответы диафанту не подходили. Ему были нужны рациональные решения. Решения, представленные целыми числами или дробями. Их найти гораздо сложнее. Откуда вообще начинать? И вот мы в тупике. Что делать? Мы на скале, в панике ищем, за что бы зацепиться. А ничего нет. В конце 19 века математик по имени Курт Гензель попытался решить подобное уравнение в виде разложения по возрастающим степеням простых чисел. При числе 3 решение выглядело бы как х равно х0 плюс х1 на 3 в первой степени, плюс х2 на 3 в квадрате, плюс х3 на 3 в кубе и так далее. У выглядел бы так же, с числом 3 в степенях по возрастанию. Х и у могут иметь значения 0, 1 или 2. Теперь поставим эти выражения в наше уравнение вместо х и у. Как вы понимаете, очень скоро начнется полная неразбериха. Но можно пойти более простым путем. Допустим, мы решили записать 17 в троичной системе. Чтобы это сделать, мы можем поделить 17 на 3 и найти остаток. Это будет 2. Теперь мы знаем, что на месте единиц у нас будет стоять 2. Затем делим 17 на 9, то есть на 3 в квадрате. Получаем остаток 8. Вычитаем двойку, которую уже посчитали, будет 6, то есть 2 на 3 в первой. Значит, во втором разряде появится 2. Дальше делим 17 на 27. Остаток будет 17. Вычитаем 8, которые уже были. Остается 9. 1 на 3 во второй. Итак, 17 в троичной системе — это 1, 2, 2. Такие вычисления — это вариант модулярной арифметики. В ней числа сбрасываются обратно в ноль по достижению определенного значения, которое называется модулем. Как пример, часы. У них модуль 12. Мы считаем до 11, а 12 — это то же самое, что ноль. Если сейчас 10 утра, то сколько будет через 4 часа? Можно сказать 14.00, а можно 2 часа дня, потому что 2 — это то, что остается при делении 14 на 12. В модулярной арифметике целая часть нас не интересует, только остаток. 36 на 10 дает в остатке 6. 25 на 5 — остаток 0. Сделаем часы с модулем 3. На них только 0, 1 и 2. Если умножить 2 на 2, получим 4. А 4, то есть 4 часа — это то же самое, что час на таком вот циферблате. Такой подход позволяет нам вычислять коэффициенты в разложении по одному, сначала решая уравнение по модулю 3, затем по модулю 9, 27 и так далее. Сначала давайте попробуем взять модуль 3. Все старшие слагаемые делятся на 3 без остатка. Они обнуляются. Остается х0 в квадрате плюс х0 в четвертой плюс х0 в восьмой равно у0 квадрат. Теперь мы можем найти значения х0 и у0, которые удовлетворяют уравнению по модулю 3. Нам известно, что х0 может быть 0, 1 или 2. У тоже может быть 0, 1 или 2. Если х равен нулю, то нулю будут равны х квадрат, х в четвертой и х в восьмой. Если х — это 1, то х в квадрате, в четвертой и в восьмой тоже будут равны единице. При х, равном 2, х в квадрате равен 4. Но мы работаем с остатками отделения натрия, так что х квадрат — единица. Чтобы найти х в четвертой, просто возводим в квадрат х в квадрате и снова получим 1. Затем снова возводим в квадрат х в восьмой, тоже единица. Теперь мы можем сложить х в квадрат, х в четвертой и х в восьмой и найти, чему равна левая часть уравнения. При х, равном нулю, сумма будет равна нулю. Если х равен одному или двум, то сумма будет 3. Но мы делим все на 3, и остаток будет 0. А сейчас посчитаем у в квадрате. Если у равен нулю, то и во второй степени будет 0. Если единица, то у квадрат равен единице. Если двум, то у квадрат равен четырем. Делим на 3, остаток 1. Поскольку при любых значениях х в левой части уравнения получается 0, в правой части у нас может получиться только 0. При этом сам х может быть равен нулю, одному или двум. Это значит, что возможны три решения уравнения, если брать остатки отделения натрий. 0, 0, 1, 0 и 2, 0. Совсем неудивительно, что среди вариантов есть 0, 0. Если х и у равны нулю, то уравнение решается. Но вообще квадраты с нулевой площадью не считаются решениями геометрической задачи диафанта. Так что давайте подробнее остановимся на каком-нибудь другом варианте. Возьмем 1, 0. Итак, х 0 равен 1, а у 0 равно 0. Напомню, мы брали остаток отделения натрий. Теперь попробуем найти х 1. Для этого решим то же уравнение при остатке отделения на 9. Все слагаемые после х 1 делятся на 9 без остатка, а значит, в наших условиях они обратятся в 0. Поэтому в итоге мы придем к такому выражению. Раскладываем первое слагаемое. 1 плюс 6х1 плюс 9х1 в квадрате. Последняя часть делится на 9 без остатка, поэтому равна 0. Следующее слагаемое — это первое в квадрате. Получается 1 плюс 12х1 плюс 36х1 в квадрате. Но 36 делится на 9 без остатка, так что это 0. А 12 дает остаток 3. Получается 1 плюс 3х1. Последнее слагаемое — это второе в квадрате. 1 плюс 6х1 плюс 9х1 в квадрате. Последняя часть снова 0. Слева у нас получилось 3 плюс 15х1. В правой части уравнения 0 плюс 9у1 в квадрате делится на 9 без остатка, поэтому 0. Итак, 3 плюс 15х1 равно 0. Поскольку мы работаем с остатками от деления на 9, 0 справа — это любое число, кратное 9. В нашем случае, если х1 равен 1, то 3 плюс 15 равно 18, что кратно 9. Поэтому получаем 0. Х1 равно 1 — это подходящее решение нашего уравнения. Найдем следующее слагаемое, решив уравнение с остатками по модулю 27. Все слагаемые с тройкой в третьей степени остатка не дадут, и для нас они равны 0. Остается вот такое выражение. Нам известно, что х0 и х1 равны 1. Мы пока ничего не знаем про у1. Когда возводишь в квадрат, может быть что угодно. Если мы найдем подходящее значение х, к нему приложится и подходящий у. Если упростить, мы получим вот это. Если разложить снова, получим 16 плюс 18х2 плюс 81х в квадрате. 81 на 27 — это 3 без остатка, то есть здесь 0. Следующее слагаемое — это квадрат 1. 256 плюс 576х2 плюс 324х2 в квадрате. 324 делить на 27 будет 12, тут снова 0. Другие части тоже можно упростить, оставив только остатки от деления. 576 дает 9 в остатке, а 256 дает в остатке 13. У нас получилось 13 плюс 9х2. Последнее слагаемое — то же самое в квадрате. 169 плюс 234х2 плюс 81х2 в квадрате. После сокращения получаем 7 плюс 18х2. Правая часть сокращается до вида 0 плюс 81у2 в квадрате, что равно опять-таки 0. Мы получаем 36 плюс 45х2 равно 0. Находим остатки. 9 плюс 18х2 в квадрате равно 0. Получается, что х2 равно 1. 9 плюс 18 будет 27, что при делении на 27 дает остаток 0. Что же мы узнали? Первые три коэффициента в ряду — это 1. Если мы пойдем дальше и будем брать остатки отделения на 81, 243 и так далее, мы увидим, что все коэффициенты равны единице. Итак, ключ к решению задачи диафанта о квадратах — это триодическое число, которое полностью состоит из единиц. Но как нам это все понимать? Чему равно это число? Разумеется, это бессмысленное число, если воспринимать его как вещественное. Напомню, что записать его можно и по-другому. 1 на 3 в нулевой плюс 1 на 3 в первой плюс 1 на 3 в квадрате плюс 1 на 3 в кубе и так далее. Каждая следующая слагаемая в три раза больше предыдущего. Это геометрическая прогрессия. Найти сумму бесконечного геометрического ряда можно с помощью уравнения 1 разделить на 1 минус лямбда, где лямбда — это отношение одного слагаемого к предыдущему, то есть в нашем случае 3. Я знаю, что работать это все будет только если лямбда меньше единицы, иначе слагаемые продолжают расти, а сумма не сходится и расходится до бесконечности. Обещаю, я к этому вернусь. А пока давайте просто запомним, что у нас лямбда равна 3 и посмотрим, что произойдет. Что ж, у нас получается 1 делить на 1 минус 3, и это минус 1 вторая. Если согласиться с этой формулой, то допустимым решением исходного уравнения должно быть х, равный минус 1 второй. Подставляем значение, и получается, что х в квадрате — это 1 четвертая, х в четвертой — это 1 шестнадцатая, а х в восьмой — это 1 двести пятьдесят шестая. Давайте все это приведем к общему знаменателю. Четверть превратится в 64 двести пятьдесят шестых, 1 шестнадцатая — в 16 двести пятьдесят шестых, и если мы все это сложим, то получим 81 двести пятьдесят шестую, и это как раз площадь квадрата с длиной стороны 9 шестнадцатых. Мы нашли рациональное решение задачи диафанта о сумме площадей. Длина стороны первого квадрата равна 1 второй, длина стороны второго — 1 четвертой, третьего — 1 шестнадцатой, и сложив их площади, мы получим квадрат с длиной стороны 9 шестнадцатых. Чтобы найти решение, нам пришлось использовать абсурдные, на первый взгляд, поэдические числа, бесконечные ряды, которые уходят влево от запятой и разложения по степеням тройки. По формуле суммы геометрической прогрессии мы выяснили, что бесконечный ряд единиц триадической иннотации — это просто минус одна вторая. Это работает, несмотря на то, что отношение каждого слагаемого к предыдущему равно трем, и их сумма, по идее, должна была разойтись в бесконечность. Так вот вопрос. Почему все сошлось? Главная мысль. Геометрия для поэдических чисел совсем не похожа на то, как ведут себя действительные. Поэдических чисел нет на числовой прямой. Их можно представить себе, например, в виде растущего дерева. Если изобразить триадические числа, о которых мы говорили, то разряд единиц можно обозначить тремя цилиндрами. Это будет фундамент. Иначе говоря, Х0 — это 0, 1 или 2. На каждом из них стоят по три цилиндра поменьше. Это второй разряд Х1. На них снова по три цилиндра, и таким образом, из самого нижнего уровня бесконечно растет и вытвится странноватое дерево. Если посмотреть сверху, очень похоже на треугольник Серпинского. Каждое триадическое число тут представлено бесконечным набором цилиндров, стоящих друг на друге, каждый меньше предыдущего. Это фактически отражает относительный вклад каждого цилиндра в значение триадического числа. Вопреки ожиданиям, коэффициенты, в которых перемножаются все более и высокие степени тройки, дают все более и более мелкие поправки. Поэтому, когда мы в процессе решения задачи диафанта о квадратах один за другим вычисляем коэффициенты, мы просто постепенно все больше уточняли ответ. Мы как будто подходим все ближе и видим значение все точнее. Обычно, мы думаем, величина числа зависит от количества цифр слева от запятой. Но в нашем случае у всех чисел их бесконечно много. Поэтому, чтобы оценить, насколько они друг к другу близко, ищут самый низкий разряд, которым они различаются. Если у них не совпадает значение в единицах, мы говорим, что между ними расстояние один. Если же различаются цифры на 27-м порядке, эта разница не 27, а одна 27-я. В мире поэдических чисел то, что представляется нам большим, на самом деле маленькое, и наоборот. Допустим, есть какое-то число, пусть S1. И это некая последовательность, скажем, 2 на 1 плюс 1 на 3 плюс 0 на 3 в квадрате плюс 1 на 3 в кубе плюс 2 на 3 в четвертой и так далее. И вот будет еще одно, с похожей последовательностью, но только там, где у нас 3 в кубе, я поменяю коэффициент. Все, что идет дальше, уже не важно. Цифры могут быть те же или другие, но из-за вот этой разницы мы скажем, что расстояние между ними, их триодическое расстояние, определяется первым разрядом, где они разошлись, то есть 3 в степени минус 3. То есть в каком-то смысле, чем больше разряд, чем больше степень тройки, тем менее значимым становится ее коэффициент? Да, так и есть. С триодическими числами, чтобы назвать их близкими, нужно, чтобы расхождения в коэффициентах были на высоких разрядах. Например, если разница в десятом разряде, то расстояние всего лишь 3 в минус десятый. Оказывается, если смириться с этой безумной идеей поменять местами большое и малое, все математические законы продолжат соблюдаться привычным образом. Именно поэтому сошлась сумма геометрического ряда, хотя мы ожидали, что она разойдется до бесконечности. Надо открыть сознание новому представлению о размерах, и перед вами предстанет целый новый мир, очень полезный мир. Когда-то также нашли применение отрицательным числам, а потом и их квадратным корням. Но поэдические кажутся еще хуже, чем отрицательные числа или корни из них. Просто они непривычные. Можно доказать, что такое понятие о размерах вполне отвечает критериям для абсолютных значений. Что нам нужно от абсолютного значения? Чтобы оно не было отрицательным. То есть абсолютное значение для любого х не должно быть отрицательным. И оно может быть равно нулю, если и только если само число равно нулю. Говорят, положительный определен. И оно должно быть мультипликативно. Абсолютное значение произведения х и у должно быть равно произведению их абсолютных значений. И нужно еще одно свойство, а именно, если сложить х и у, должна ли их сумма быть равна сумме их абсолютных значений? Нет. Но меньше или равно. Это неравенство треугольника. Итак, мультипликативность, положительная определенность и неравенство треугольника. Если эти три абстрактные свойства соблюдаются, то можно доказать, что функция — это просто абсолютное значение, либо p-адическое абсолютное значение, либо она равна нулю при нуле и единице в других случаях. Это вкратце абсолютные значения. Только в такие игры можно играть с рациональными числами, чтобы получить абсолютные значения, которые будут вести себя так, как нам надо. В таком геометрическом выражении кажется, что поэдические числа находятся далеко друг от друга в отличие от вещественных, что довольно полезно для поиска рациональных решений уравнений. В окрестностях рационального решения куда меньше поэдических. Если искать решение задачи диафанта знак за знаком в вещественных числах, успеха нам не видать. Слишком много вещественных решений. Они начинают мешать. В паре революционных статей 1995 года, одну писал Эндрю Уайлс, другую он же вместе с Ричардом Тейлором, наконец появилось доказательство последней теоремы Ферма. Но их решение наверняка отличается от того, о котором писал Ферма на полях, ведь они во многом опирались на поэдические числа. В доказательстве последней теоремы Ферма Уайлс использовал троичную систему, потом в чем-то застрял и переключился на пятеричную. То есть в чем-то он схитрил. Что-то нормально работало по основанию три, а если не получалось тройкой, то срабатывало с пятеркой. Каждое простое число дает свою изолированную систему чисел, примерно настолько же изолированную, как поэдические от вещественных. Мне очень понравилось, как высказался японский математик Кадзоя Като. Вещественные числа — это солнце, а поэдические — звезды. Днем за солнечным светом звезд не видно, ночью же люди спят и не видят их, хотя они не менее важны. Надеюсь, благодаря этому ролику вы увидели хотя бы отблеск этих звезд.